Друзья, всех приветствую на канале. Ранее я в своих видеосюжетах обращал ваше внимание на то, что российская пропаганда тщательно избегает критики главы МВД Украины Арсена Авакова. Вы, наверное, заметили, что последние 6 лет на российском телевидении постоянно в ток-шоу разносят Украину, украинских чиновников, руководство государства, критикуют действия Украины, самих украинцев, политическое направление, рассказывают ужасных якобы преступлений украинцев. Но почему-то из всей этой шквалы негатива и критики выпадает конкретно личность Арсена Авакова. Если его упоминают, то знаете, как-то вскользь, не очень особо акцентируют внимание, а часто вообще как будто замалчивают, что его не существует. И в этом видеосюжете я хочу вам показать небольшую зарисовочку, почему так происходит. Вы знаете, что бывшая депутатка партии регионов Елена Бондаренко достаточно медийное лицо. Она ходит по российским телеканалам и постоянно рассказывает о украинской агрессии в отношении русского народа. И сама Елена Бондаренко отрицает факт того, что российские военнослужащие воевали на территории Украины. Вы врете. Ну вы врете. Докажите, пожалуйста. Вот российских войск. Вранье это и по Библии, и по законам, по которым живет Украина, это преступление. И давайте посмотрим небольшое выступление Елены Бондаренко на российском телеканале у Соловьева в 2014 году. Что она говорила в своем выступлении. Вы не были на Донбассе, вы не знаете, что там творится. Возможно, возможно, вы стали жертвой информационного недостатка. Вы очень сильно заблуждаетесь и вы очень сильно ошибаетесь, когда даете такие оценки. Вы говорите о мире, вы говорите о минских соглашениях, которые не поддерживаются в данном случае ни украинской армии, ни украинской стороной. Скажите, пожалуйста, как можно договориться изнасилованной с насильником? Как можно договориться отцу матери убитого ребенка с убийцей этого ребенка? Когда он приходит и убивает, и насилует дальше по очереди все оставшееся и живое на этой земле? Куда летят кассетные бомбы, которые принадлежат украинским военным? ОБСЕ четко в своем докладе об этом сказала, что украинская армия применяет запрещенные давно международными договорами кассетные бомбы, фосфорные бомбы. Скажите, пожалуйста, как в этом случае поступать людям, которые живут там, растят в таких сложнейших и рожают детей в таких сложных условиях? Как им поступать? Договариваться с убийцами? Вы о чем? Нельзя договариваться с убийцами собственных детей. Нельзя договариваться с насильником. На нынешний момент у Донбасса только один выход – отстоять свои дома. Они воюют за свою родину, они воюют за свои дома, они воюют за свою жизнь. Они никого не звали, к ним в гости приперлись. Украинцы, конечно же, прозрели от той лжи, которая льет Елена Бондаренко против своего же государства, формально гражданином которого она является, хотя, по сути, она всей душой именно гражданка России. Но, вернувшись в Украину, естественно, ее ждал негатив. И давайте посмотрим, куда побежала Елена Бондаренко за защитой и кто эту защиту ей предоставил. Вот видеозапись на официальном канале Ютуба МВД Украины от 2015 года. Прежде всего, приглашение самого министра Арсена Авакова. Он готов был принять, проявил всяческую мужскую поддержку в данном вопросе, поскольку буквально с вчерашнего дня на мой личный аккаунт, в личные сообщения посыпались угрозы от различных людей. Сегодня у меня приняли заявление, зарегистрировали и вот у меня уже есть на руках уведомление о начале досудебного расследования. Сейчас я спокойна, мне должны выделить официальную охрану для того, чтобы с моей жизнью и с моим здоровьем ничего случилось. Абсолютно удовлетворена, спасибо большое за содействие. Согласно политической позиции, которую высказывала Елена Бондаренко на телеканале, якобы карательные батальоны пришли на Донбасс насиловать бедных русскоязычных жителей Донбасса. То есть это ее был тезис. Но возникает вопрос, а кто является руководителем этих батальонов? Глава МВД Украины Арсен Аваков, поскольку большинство батальонов добровольческих были формально устроены как подразделение Министерства внутренних дел под командованием Арсена Авакова. Так получается, согласно политике Елены Бондаренко, Арсен Аваков это руководитель карательных насильников, которые пришли. Но почему же тогда Елена Бондаренко, когда пришла просить помощь у Арсена Авакова, она не назвала его карателем? Почему? Да и почему сам Арсен Аваков, слушая высказывания Елены Бондаренко, не осудил ее, не возбудил уголовное дело за предательство национальных интересов Украины, поскольку есть статья в Уголовном кодексе «Государственная измена», а предоставил ей охрану? Да все просто, потому что и Арсен Аваков, и Елена Бондаренко работают на одних и тех же хозяев. А все, что они делают, это просто разыгрывание спектакля, чтобы стравливать между собой людей и накручивать их. Арсен Аваков за все это время, обратите внимание, не посадил ни одного участника режима Януковича, членов его политической команды. Но почему-то посадил огромное количество добровольцев, волонтеров, постоянно охотится на активистов, журналистов, которые защищают Украину. Но давайте представим, чтобы я, Ростислав Шапошников, получив угрозы, а я их получал неоднократно, пришел к Арсену Авакову и он дал бы мне охрану. Да это просто невозможно, поскольку сам Арсен Аваков и организовывал эти угрозы, все эти расправы, уголовные дела. Хотя я никакого отношения не имею к России, к российской агентуре и, естественно, вы знаете, согласно моих политических убеждений и моих выступлений, являюсь активным противником России, российской агрессии, российского правительства. И, собственно, я являюсь тем журналистом, который в 2014 году и раскрыл своими видеоматериалами из Иловайского факт 100% вторжения армии Российской Федерации, задокументировав российские новейшие танки и публиковав информацию о пленных военнослужащих армии Российской Федерации. Но почему-то для Арсена Авакова я стал агентом Кремля. В 2017 году на телеканале ICTV вышло большое расследование обо мне. Это расследование вышло именно тогда, когда была схватка с Арсеном Аваком, там было напряжение информационное, я публиковал информацию о преступлениях Авакова, о преступлениях его окружения. И вот так вот на мое день рождения, 22 марта 2017 года, на телеканале ICTV, который подконтролен был, собственно, Пинчуку, который работал в интересах Петра Порошенко, вместе с командой Порошенко, вместе с его соратниками, команда Авакова и Порошенко сделали совместный сюжет про Ростислава Шапошникова. Где заявили на всю страну, что я являюсь агентом российских спецслужб. Довж останніх двох років так звані активісти з дорожнього контролю опублікували тисячі подібних фейкових відеовикриттів, які дискредитують нову поліцію в очах суспільства. Прямою агентурою російських спецслужб в Україні. Експерти стверджують, засновник однієї з десятків українських громадських організацій, що виводять на чисту воду правоохоронців-корупціонерів дорожнього контролю Ростислав Шапошников, насправді так званий агент впливу. Что касається персони Елены Бондаренко, я считаю, що те угрози, які вона получала, естественно получала, а як інакше, євляється неефективними і вредними в цілому для борьбы України проти Росії. Почему? Потому що я считаю, що власть України в 2014 році, після получення перших сводок з сраженью, коли армія і правительство Росії вторглося на територію України, чи спонсувало те, хто це робив вже в Україні, числа українців, десь були принять спеціальні закони і десь були принять спеціальну процедуру наказання тех людей, які отрицають вторження армії Російської Федерції, а також работають в інтересах российського правительства, займаються калабраціонизмом. Це коли ти работаєш, будучи гражданином своєго государства, в інтересах воєнного противника твоєго государства для того, щоб помочь разрушити твоєго государство. Це зватися калабраціонизм. Так вот, проти Єлены Бондаренко не потрібно було публиковати якісь угрози, писати і преследувати. Нет, потрібно було просто Авакову, ну, якщо був був настоящим міністром МВД, генеральному прокурору, там, Луценко, якщо був був настоящим генеральним прокурором, відкрити уголовне производство за государственну змину і на основі тех висказувань, що зробила Єлена Бондаренко, відправити її в тюрму на 15 років. І все! І весь народ був, Україна, це підтримував. Чому виступлення Єлены Бондаренко, а також всіх остальних товаришів, які споведують аналогичну риторику, євляється преступлением? Не тому, що ми як би пітаємся задушити свободу слова, чи висказувати какое-то задушити нахомисля, ні. Тому що, коли Єлена Бондаренко і остальні приходять на такі телеканалі, в частності, російські, вони своїми виступленнями формирують негативний образ армії України, добровольців України, українського государства, вставляють його як би притупником, тим самим політично накручують тех росіян, які не можуть мислить, щоб вони взяли оружі і пошли убивати українців в самій Україні. Що і відбувало? Пойміть, що висказанне по телевиденню такий спич, він вскипає крові у росіян, які смотрять цей телевізор, вони беруть форму, вони беруть оружіе і йдуть убивати українців, ваших отців, матерей, сіновей, братьев і сестер. Т.е. це, знаєте, ну, фактически на їх устах, то, що вони кажуть, на їх руках, кровь, тому що то, що вони роблять інформаційно, приводить к реальним физическим последствиям. І за це нужно було судити. Але так получается, що Аваков дал, предоставлял охрану, ніхто никого не осудив, а зараз партия ОПЗЖ, вже согласно последним рейтингам, набирає почти 18% избирателей. А партия «Слуга народа» Владимира Зеленського потеряла в два раза меньше рейтинга, вже набирає 25%. Не исключено, що скоро ОПЗЖ сравняється з рейтингом Зеленського, а потім його і обгонять. І, естественно, ОПЗЖ создаст коалицію, і вже та політика, о которой говорила Елена Бондаренко, буде офіціальною государственою політикою України. Тому що Арсен Аваков предоставив їй охрану, а команда Петра Порошенка, я имею в виду конкретно генерального прокурора Луценко, не сделала нічого, щоб привлечь цих людей к ответственности. Але вони зробили все, максимально все, щоб замучити і Ростислава Шапошникова, і інших журналистів, і активістів, всіх посадити, всіх заткнути. А самі що тепер? Пораз'їхалися, той в Лондон уехав, той туда уехав, купили себе замки і вперед. А українці будуть гибнути. Ну вот і думайте тепер, як за кого голосувати, кого выбирати і як вообще оценивати те события, що происходить. Я просто описываю хронологію событий, щоб ви розуміли, чому ми маємо те послідствиі зараз, які ми маємо.